Вот ежегод в Террасполе живут беженцы из Украины. Многие остались тут и не поехали дальше, в Молдову или Европу. Причины такого решения разные. Люди не хотят уезжать далеко от дома или элементарно не имеют средств и возможностей. В первые недели войны, когда в Приднестровье хлынул поток беженцев, мы очень много рассказывали о них, показывали, как их принимают, что делают для них обычные приднестровцы и государство. Потом ажиотаж прошел, интерес к теме спал, но беженцы никуда не делись. Люди по-прежнему у нас, многие нашли работу. Дети скоро окончат уже следующий класс в наших приднестровских школах. И все, что делали в Приднестровье, чтобы беженцы чувствовали себя как дома, делают до сих пор. Юрий Чернявский поговорил с украинскими семьями, которые уже год живут в центре для беженцев в Днестровске и побывал в столичном украинском лицее. И вот его репортаж. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Гостей принимаете? Принимаем, проходите. На пороге нас встречает Юлия в комнате муж Александра. Семья Емельяновых не в полном составе. Сын Вова на уроках в школе. Мальчик учится во втором классе. Очень хорошие учителя. Ребенок заканчивает четверть, он 4, 5, 5, 5, 5, 5 в основном. Поэтому очень хорошо, легко дается учеба. Юлия живет в профилактории Солнечной уже год. Супруг перебрался в Днестровск в середине прошлой осени. Всю семью поселили в один блок. Это две отдельные комнаты с общим небольшим коридором. Места хватает. Тепло, чисто, светло. Семья Емельяновых приехали в Днестровск из Одессы. Жилье хоть и казенное, но потихоньку обжились на новом месте. В Тирасполь ездим, нам в Тирасполь очень нравится. Мы в парк ходим гулять, на набережную. В Одессе Юлия работала продавцом. Теперь хочет найти работу в Днестровске. Говорит, город на самом юге Приднестровья постепенно становится для нее родным. И ребенок нашел друзей. И я уже за год нашла тут много друзей. Уже вплоть до того, что даже уже уговаривают остаться тут вообще жить. В профилактории «Солнечный» 70 постояльцев из Украины. 17 детей. Уже год они живут здесь бесплатно, как в санатории. Трехразовое питание, интернет, даже лиман за окном. Директор профилактория говорит, за год они стали как большая семья. Знаю всех по именам, это 100%. Потому что люди обращаются с разными проблемами. Кто с просьбами, кто наоборот предлагает свою помощь, помочь нам. Например, что вот за помощь? Приходят на кухню, помогают. Убирают со столов после себя, после обеда. Чистят овощи. Сейчас в Приднестровье осталось три центра для беженцев. В Днестровске, Рыбнице и Каменке. Было больше, но их закрыли. Беженцы разъехались. Кто поехал дальше в Европу, кто вернулся домой. Но в Приднестровье готовы снова их открыть, если будет нужно. Мы можем развернуть еще порядка 20 пунктов временного размещения. Одновременно там могут разместиться более 2,5 тысяч человек. И которые будут, естественно, обеспечены всем необходимым продуктами питания и необходимыми условиями проживания. Любовь Негрецкая в Украинском лицее новенькая. Женщина 16 лет проработала преподавателем в Одесской школе. Потом занималась видеомонтажом. Когда перебралась в Тирасполь, вспомнила педагогические навыки и устроилась на работу. Республиканскому Украинскому теоретическому лицею как раз нужен был учитель физики. Больше думала об образовании ребенка. Но раз получилось так, что я здесь могу реализовать себя тоже профессионально, то это было очень удачное в течение обстоятельств. В столичном украинском лице сейчас учатся 52 ребенка из Украины. В Приднестровье это самое большое число украинских детей на одно учебное заведение. Успеваемость хорошая. Детки очень старательные, очень любознательные. Активные на уроках. Надеюсь, что мой предмет у них самый популярный. В этом седьмом классе сразу 9 учеников из Украины. Юля учится сентября. Как учеба дается? Легко? Сложно? Да, легко. Учителя хорошие, хорошо учат. А там в Одессе как училась? Тоже хорошо. Хорошистка? Ну, можно так сказать. А вот Артем в столичном украинском лице учится уже год. Здесь он закончил шестой класс и перешел в следующий. Парень твердый, хорошист. Хотя вначале пришлось догонять весь класс. Сначала было сложновато, потом легко все уже пошло. А в чем сложность была? Да, тут были темы некоторые, которые я не понимал. Но потом со временем я их начал понимать. Сейчас все легко дается. Не понимал почему? Потому что вы не проходили их еще? Потому что мы их еще не проходили. Все предметы в украинском лицее преподают на родном языке. То есть, когда дети вернутся домой, они не будут отставать от программы. Дети стараются успевать за программы Пренестровско-Молдавской Республики, потому что наши дети изучают образовательные стандарты Пренестровско-Молдавской Республики. Но они у нас идут на украинском языке. Поэтому многие дети стараются учиться и в лицее, и поддерживать связь со школами Украины. По информации Министерства просвещения, в приднестровских школах учатся почти 400 детей из Украины. 233 ребенка ходят в детские сады. Между Министерством просвещения Приднестровья и Министерством образования Украины нет никаких официальных соглашений. Но если ребенок вернется в родную школу, там будут знать, что в Приднестровье он время зря не тратил. В личное дело, если оно в наличии записывает классный руководитель, директор, это все узаконит печатью, что ребенок обучался. И в дальнейшем это будет на законном уровне. Я знаю, что такие справки, такие личные дела, даже в отсутствие личных дел, справки берут по месту учебы в Украине. В Террасполе регулярно можно увидеть машины на украинских номерах. В основном это те, кто живут у родственников, друзей или снимают квартиры. Один из них – Александр Иванович. Этим утром пенсионер из Одессы пришел в волонтерский штаб «Мы рядом». Здесь беженцам выдают продукты питания. Сегодня вот овощи. Готовить умеете? Ну, естественно. Три года в Чернобыле работал. Овощей сегодня мало, говорит волонтер Александр. Всего на 25 человек. Год назад люди и организации охотно откликнулись на призыв о помощи. За это время гуманитарной помощью воспользовались почти 5000 граждан Украины. Сейчас же собственных сил и возможностей одного только волонтерского штаба не хватает. Буквально вчера приезжали беженцы, кто впервые в Приднестровье. У них грудной ребенок, просили памперсы, просили смесь. Там у них трое детей. Самому младшему – это три месяца, самый старший – это девять лет. То есть есть потребности в памперсах и в питании, и в продуктах, и в средствах личной гигиены. Александр показывает помещение, в котором со дня на день откроется информационный центр для граждан Украины. Здесь, на этих ноутбуках, они могут бесплатно воспользоваться интернетом. Это важно. Беженцам нужно быть на связи с родными и близкими, которые остались в Украине. Каждую неделю в Приднестровье въезжают до тысячи украинских граждан. Это официальные данные МВД. Кто-то проезжает транзитом, но немало и тех, кто остается. Одни хотят только переждать трудные времена, но есть и те, кто всерьез задумывается начать жизнь с чистого листа в Приднестровье. Юрий Чанявский, Гермацота, Дмитрий Ягодкин. Отражение.